ПЕСНЯ Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы собираемся открыть очередной семинар рабочего движения Российский комитет рабочих. Сегодня 13 октября 2018 года. Хотелось бы начать нашу работу с памяти о нашем товарищи, почтить память Шумакова Анатолия Петровича, который был представителем Российского комитета рабочих от Ивановской области, недавно без времену выпушевшему от нас, минуты молчания. Спасибо, я прошу садиться. На сегодняшнем семинаре предлагается рассмотреть три вопроса повестки дня. Я их озвучу. Значит, первый вопрос. Настучность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников, докладчик колпаков. Второй вопрос. Борьба за сокращение рабочего дня до шести часов для увеличения продолжительности жизни работников, докладчик Шилов. И третий вопрос. Актуальное содержание коллективных договоров, докладчик Калвет. Докладчиком до 15 минут, а в премии до 7 минут. Кто за предложенный регламент работы, товарищи с решающим голосом, прошу голосовать. Кто против воздержавшихся, нет. Единократно. Спасибо за принятую повестку. Приступаем к работе семинара. Для доклада по первому вопросу приглашаю товарища Калпакова. Здравствуйте, товарищи. Зовут меня Калпакова Дмитрий Петрович, электрогазосварщик. Город Санкт-Петербург, Колпино. Компания АТЭК. В связи с нынешней обстановкой в политике, экономике, социальной сфере в Российской Федерации, вопрос о борьбе или заботе профсоюзных организаций за увеличение продолжительности жизни и здоровья работников стоит очень остро. Цифры статистики показательны. Численность крупных и средних предприятий в Российской Федерации снижается. Следовательно, работники будут выкинуты на рынок труда и им подберут или они подберут сами себе непроизводственные какие-то профессии, которыми они обучались или их обучали. Будет сфера услуг и, естественно, никаких профсоюзов этой речи быть не может. Следовательно, и о здоровье работников заботиться тоже никто не будет. Ну, перейдем к профсоюзным организациям, как они должны заботиться, что они должны для этого делать и как. Профсоюзные организации обязаны следить за досугом своих работников, особенно если это вредное производство. Например, гурнодобывающая, металлообрабатывающая промышленность, машиностроение, предприятия с высоким уровнем нервного напряжения, такие как медики, учителя. Досуг должен осуществляться на средства профсоюзов, чтобы не зависеть от администрации и как-то уходить от их влияния. Всем членам профсоюза рекомендуется участвовать в мероприятиях, организованных первичными профсоюзными организациями. Иногда это единственное, что может позволить себе зачастую работник во внерабочее время. Также члены профсоюзных организаций могут приводить на эти мероприятия родных и близких, чтобы также провести с ними время и досуг, и пообщаться. К примеру, на моем предприятии профсоюзная организация занимается досугом очень сильной стороны. Они подошли к этому вопросу очень хорошо и организуют раз в месяц, а то и чаще, разные выездные мероприятия, типа как спартакиада, соревнования. Досуг для взрослых, досуг для детей и работников. Также посещение разных культурных объектов Санкт-Петербурга, пригорода. Хочется отметить, что все эти мероприятия нужны прежде всего самим работникам. Также в профсоюзах необходимо ввести статистику, отслеживать профессиональные заболевания и нагрузки, влияющие на работников. Это поможет им отследить те направления по улучшению здоровья работников, на которые необходимо в первую очередь обратить внимание. Например, на рабочем месте высокая загрязненность воздуха. Следовательно, профсоюз должен обратить на это внимание и организовать, например, какие-то мероприятия на свежем воздухе. Либо там велопробег, либо какие-то спортивные мероприятия, либо лечебно-санаторные мероприятия. Выделить на это деньги и особо отлечившиеся работников и те работники, которые с плохим состоянием здоровья, должны его, конечно, получить. Для того, чтобы отслеживать эти вредности и проблемы, профсоюзу нужно регулярно не менее раза в месяц посещать рабочие места. На нашем предприятии так делают и сейчас даже зачастили. Два раза в месяц приходят с проверкой освещенности, с проверкой задымления цеха и прочего. Работники, в свою очередь, должны сообщать профсоюзу о своих проблемах на рабочем месте, чтобы это вовремя решалось, связанных со своим здоровьем. В это также ходит и борьба с вредными привычками, такими как курение, потому что многие работают в опасных средах, но тут же и не забывают покурить, что тоже печально, на самом деле, сказывается на здоровье. Также хочется отметить, что спортивные мероприятия, они очень хорошо сплачивают коллектив, помогают общению внутри коллектива по нерабочим разным вопросам. Зачастую можно слышать от работников об их нежелании участвовать в деятельности профсоюзной организации или в каких-то мероприятиях. Объясняя это тем, что это ни к чему не приведет, это бесполезная трата времени, денег и прочего. То есть в людях очень много меркантильности и заботы о сиюминутных материальных благах. Но это, я бы сказал, ложный путь, так нельзя думать, так нельзя действовать. Всем работникам, еще раз подчеркну, необходимо участвовать или создавать профсоюзы и принимать в них самое активное участие. Только так можно заботиться о себе, своем здоровье и здоровье своих сотрудников на рабочем месте. Все эти вопросы необходимо прописывать в коллективном договоре, чтобы иметь какую-то поддержку и с юридической стороны, и организационной. Также и в этой работе есть проблема с профсоюзами подконтрольных администрациями предприятия. Тут выход только один, организовывать собственный профсоюз, потому что только от рабочего зависит его настоящее и его будущее. Немаловажно учитывать статистику смертности на предприятиях в связи с нынешней пенсионной реформой, которую затеял правительство. В этом виноваты также, кстати, и профсоюзы, которые, забыв, для чего они предназначены, занимаются разной работой, кроме той, которая необходима. Множество случаев гибели на рабочем месте из-за недосмотра за работником, условий труда, особенностей производства, приводят к таким печальным последствиям. Личный пример. У жены на производстве кирпича развалился профсоюз. Через несколько месяцев погибло два работника. Только из-за того, что начальство и администрация, естественно, не отслеживало условия труда. А условия труда были такие. Было лето, очень жаркая погода. Следовательно, в производственном помещении, где идет обжиг кирпича, там температура еще выше. Так вот, эти двое оказались из списка сердечно-сосудистых пациентов. Также еще отмечу, что большинство случаев, это где-то 75% смертности на производствах, это сердечно-сосудистые заболевания. И двое работников погибло. Подытожив вышесказанное, хотел бы отметить, борьба за здоровье работников обостряется с каждым годом. Работодатель не заинтересован в этом, потому что у него главная прибыль в голове. Государство сняло все обязательства по контролю и надзору за трудящимися. Туда и соут этот входит нынешний, и пенсионная реформа, которая добьет большое количество людей. Ухудшение условий труда и отдыха, а также пищи. С этим тоже вопрос стоит остро. У нас на профсоюзе вопрос поднимался о том, чтобы начать обеспечивать работников заказной едой у проверенных поставщиков. Потому что некоторые работники, я сам наблюдаю, либо не едят на рабочем месте, либо еще какие-то причины разные. Кто-то там ест мало, кто-то ест наоборот, много переедает. В общем, все это, конечно, нехорошо. Все это приводит к ассоциативным последствиям. Исходя из этого, трудящиеся должны научиться самоорганизовываться и бороться за свои права, за право на жизнь, здоровье и свое благополучие. Все, спасибо. Вопросы, товарищ, доклады? Мне вот несколько удивительно слушать, что профсоюз должен заниматься спортивными мероприятиями. Скажите, а на вашем предприятии разве дирекция не привлекает, вот сейчас проходили всякие мероприятия спортивные, инициированные с стороны правительства. И туда очень активно набирали людей, именно даже бы их сплотить, но совершенно не с теми целями, что ставит перед собой профсоюз. У нас администрация не принимает никакого участия в деятельности профсоюзов. Она только награждает, например, профсоюз проводит какое-то мероприятие и награждает победителей потом. То есть выделяются какие-то деньги, например, на поощрение. Более администрация ни в чем не участвует. Она просто иногда помогает денежными средствами на организацию какого-то мероприятия. Вот недавно было мероприятие, две недели назад, по соревнованию по пейнтболгу. Вывезли 50 человек, два автобуса, 50 работников предприятия. Оплатили полностью на целый день всю площадку. Попросили только с работников 500 рублей. Но за это работник должен был еще принести с собой еще одного человека. Пропаганда корпоративного духа, я правильно понимаю? Это совсем не того, ради чего действует профсоюз. Ну почему? Ну профсоюз же он не может себе позволить все вообще купить. У него уже ограничены средства. Поэтому они и прибегают к помощи работников. Спасибо. Я поняла. Я в продолжение, просто вопрос. Вот вы говорите, объединение. А вот я правильно сказал, товарищи, что это просто корпоративный дух. Все проводят офисы корпоратива. Скажется, пьянки там, на пейтбол выезжают также. Но цели-то не совершенно другие. Чтобы они работали коллективом, хозяином. А не то, чтобы они сплотились ко мне. Нет, такой задачи там не стоит, я вас уверяю. Вообще никто не говорит о том, что вот мы... Какие-то разговоры, что мы должны поехать все вместе, обязательно надо участвовать. Никто никого не заставляет, во-первых. Во-вторых, я говорю, я не видел там никого из администрации на этих мероприятиях. Там есть только профсоюзные работники и работники, которые члены профсоюза. Из администрации, директоров, замов, бухгалтеров там никого нет. Поэтому повлиять и не как-то там, и, как говорится, пропагандировать какие-то коллективные... Там корпоративный дух какой-то, там такого нет. Это я вам вот... Ну, я за свое предприятие говорю. Ну, вы свою работу там проводите, знаете, да? Ну, да, я участвую, но еще мало, потому что я только два месяца в профсоюзе. Спасибо. Спасибо. Вопросы, да? Да, можно. Может быть. Наверное, по полу подложить. Или вы, может быть, высказали? Человек, ну, достойный зарплату получал, ну, достойный пикатца, а потом уже карту убедили. Да. Против, мысли, партнели, вопрос поменьше. Это тоже важный момент. Про денежное, как говорится, вознаграждение работы. Но я сейчас говорю именно о том, что профсоюз как-то организует досуг работникам. Вот поверьте мне, на предприятиях, в моем, например, регионе, в Колпино, где огромный Ижорский завод, там все металлургические предприятия, атомная промышленность там. Готовят реакторы делают, собирают люди. После работы никто никуда не ходит. Вот вообще никуда не ходят. Вышли с проходной до дома или там до ларька с запивом. Больше ничего. Профсоюз хотя бы как-то вытаскивает из этой среды. Как-то чего-то им показывать, что можно еще чем-то заниматься, можно еще чем-то заниматься. То есть, вот, предлагает альтернативу. В этом я вижу только плюс. То есть, работники получают достойную зарплату, но, к сожалению... Из тех предприятий, что есть в моем регионе, у нас достойная зарплата. Если по региону, я говорю. Есть предприятия, которые получают меньше, но это вопрос борьбы. А что такое достойная зарплата? Достойная зарплата. Мы про это говорили на прошлом комитете. На вопрос, наверное, я думаю, все-таки ответ прозвучал. Но, если какие-то у кого-то есть дополнения, или кто-то может высказаться по данной теме, я предлагаю в премиях, значит, выступить до 7 минут. По нашим правилам я напоминаю, что в первую очередь высказываются люди с решающим голосом, а потом уже какие-то дополнения и свои соображения, значит, высказывают с совещательным голосом и приглашенным. Так что, товарищи с решающим голосом, если по этому вопросу у вас есть что-то действительно сказать, и донести до окружающих, пожалуйста, проходите, выступайте. Нет, просто нету посоюзного. Я все-таки вопрос. Ну, просто этот момент получается, как бы, диалог у вас уже двух людей. Вы задаете вопрос, он не совершенно, как бы, попадая в тему, и получается диалог между... Я потяню, потяню. Двух людей. Как говорится, не классные занятия в союзе. А вот как вы считаете, вот эти конкуративные мероприятия, они как свободное всестороннее развитие, их можно оценивать? То есть время для свободного всестороннего развития? Считаю, что да, потому что не надо зацикливаться именно на спортивных. Я вам говорил, что мы не только спортивными мероприятиями занимаемся. У нас выезды на культурные объекты области и Санкт-Петербурга организовываются. Недавно, не как недавно, полгода назад ездили в Петербург. То есть не все, конечно, поехали, там человек 30 всего лишь набралось из 200, как предприятие работает. Но все-таки это разнообразие, поэтому тоже это хорошо. Верно сказано, что о роли профсоюзов в этом деле. Ну, значит, остается непонятно, а при чем здесь продолжительность жизни? Как она, значит, с этим всем связана? Ну, как это связано с деятельностью профсоюзов? Ну, деятельность профсоюзов, я думаю, всем понятно, для чего она. Для самоорганизации работников и для того, чтобы продолжительность жизни у нас увеличилась, потому что она сейчас падает, согласно статистике. Если мы не будем этими мероприятиями заниматься, то, ну, это все дело покатится гораздо быстрее вниз. Я считаю, только для этого и делается это все. То есть она падает не за того, чтобы мало корпоративных, да? Нет, она не за того, чтобы... Корпоративные мероприятия. Давайте не будем их так называть, потому что это профсоюзные мероприятия. Просто корпоративные, это как-то звучит буржуазно. Эти профсоюзные организационные моменты, они в первую очередь для того, чтобы работникам было как-то посвободнее дышалось в сегодняшних реалиях. Понимаете, я вам говорю, что вот, исходя из того опыта, который я имею, 10-летнего опыта в производстве металлоконструкции, машиностроения, я вам точно могу заявить, что большинство работников, если не 90%, не занимается вообще ничем, кроме работы и дома. Вот вообще ничем. У меня спадается впечатление, что вы предлагаете заплясать проблемы. Ну, а это уже оценочка, это же не вопрос. Это оценочное осуждение. Вопросы, потом наступают, и сюда идут. Вот. Пирамида Москва. Сначала без оплаты. Не показать вступление ее. Подавание. Нет, можно оплатить. Это вопрос. Вы лично как считаете, вы два месяца работаете? Нет. Ну да, в профсоюзе два месяца. Профсоюзе два месяца. Да, в основном идет работа. Вот ваше личное отношение, то есть это вот способствует на самом деле, там, дезинейного там... Конечно, конечно, конечно. А у вас ФНПРский профсоюз, да? Нет, у нас свой. Свой-то как? Какие-то? Ну, первичная профсоюзная организация компании ЖТЭК. Но АТЭК это, как говорится, правая рука ЖТЭКа. Нет, ну у вас существующая организация какая? Никакой нету. ФНПР, ФНПР. Простите, ваш профсоюз отдельно существует. Он отдельно существует, он в никаком не объединении, он только сам по себе. Когда в 90-е развалили Ежорский завод на разные предприятия, приватизировали там цеха и все остальное, весь, естественно, профсоюз Ежорского завода рухнул. И кто сейчас смог, тот сделал свои профсоюзы какие-то. Нет, тоже не относятся к вопросу. Спасибо за доклад. Уважаемые товарищи, я призываю все-таки выступить, если вопрос, значит, интересен, да? Выступить по данному вопросу, высказать свои соображения. То есть, с решающим голосом, товарищи, поактивнее, пожалуйста. Потому что я чувствую, что вопрос закручивается и понимается в разных плоскостях. Поэтому нам надо как-то из этого вопроса все-таки здравый смысл. Федин Андрей Анатольевич, город Королев, рабочий. Конечно, всякие спартакиады, это нам хорошо, весело. Но все-таки надо, мы здесь собираемся для того, чтобы держаться четко определенного курса, который выгоден и необходим определенному классу рабочему. Профсоюзная организация, основная ее цель – это улучшение экономического положения рабочих и улучшение условий его труда и жизни. Для этого, потому все эти спартакиады, может быть, и неплохи, если их кто-то там организовывает, и от вас это даже не зависит, можно сходить. Но все-таки это мишура, которая все завешивается, основная цель профсоюза. И людям надо организовываться, чтобы заниматься больше экономическими своими задачами. То есть, повышением своей собственной зарплаты, улучшением условий труда, чтобы вы не загибались на работе, и не надо вам было потом восстанавливать свое здоровье, убивая себя 8 часов на работе, а где-то потом 2 часа поскакать на лошади. Вот, вы просто не должны заниматься. То есть, эти проблемы, они всегда решаются коллективно, через организацию, через профсоюз. То есть, профсоюз, их нужно где нет создавать, где они есть, их нужно орабачивать. Так как это все происходит из-за того, что профсоюз, как правило, желтый. А чтобы завести людей просто в болото, они там месили это болото с этими корпоративами и не занимались основной своей задачей. Вот для этого все и проводится. А то, что якобы администрация не заинтересована в корпоративном этом духе, это, конечно, тоже ерунда. Потому что, на самом деле, если кто-то хочет вас обманывать, то он же вам не обязан говорить, что я вас обманываю. Вас так и обманывают, что кто-то еду и все организовывает. Основная задача – это материальные блага, повышать свои условия экономические. Вы сами можете, тогда будете, если у вас сократить рабочий день, у вас уже улучшится их здоровье. Это как минимум. И это точно, это научно обоснованно и доказано. Если у вас будет чуть больше материальных благ, вы сами можете куда угодно съездить, на лошади кататься или поплавать, или еще что-то. Тогда у вас получится действительно свободное развитие и всестороннее. Потому что вы сами будете выбирать, а не будете идти за каким-то пастухом на работе, который там все уже где-то продумал. Ну, пока все по этому вопросу. Кузнецов Владимир Алексеевич, город Санкт-Петербург, ЛП-технология. ЛП – это турбинные лопатки. Ну, как вообще звучит этот вопрос? Насущность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Ну, вот товарищ из профсоюза выступал, ну, это такой, мне показалось, такой типичный ФНПРовский профсоюз. Ну, они сами образовались, он говорит, это очень здорово. Видимо, они так более-менее существуют, независимо от своей организации, этой администрации. Хотя обычно такие профсоюзы администрация, она пытается как-то так вот гнобить, от них избавиться. Но, судя по всему, профсоюз у них, ну, если брать, сравнить с другими профсоюзами, скажем, с профсоюзами, я в свое время работал на Ленинградском историческом заводе, там же занимались тем же самым, тем же самым занимались, в принципе, ну, работали, наблюдали, значит, за безопасностью работы работников и так далее. Но, когда людей увольняли, когда людей, значит, вот сокращали, я не помню случаев, чтобы кого-то они там смогли защитить. Вот в чем дело. Если у них в профсоюзе получается это, то это, конечно, очень хорошо. Но мне вот что хочется сказать, что тут обойден вот очень важный вопрос, которым страна, так сказать, жила в последнее время, все это бурлило у нас на телеэкранах. Я имею в виду повышение пенсионного возраста. Ведь разве повышение пенсионного возраста не ухудшает продолжительность жизни работников? Разве увеличение пенсионного возраста, так сказать, качество жизни не ухудшает? Вот, к сожалению, наши профсоюзы себя никак вообще не проявили, не показали в данном случае. Да, были какие-то выступления по всей Москве, не в Москве, в стране, я имею в виду. И в Петербурге были, и, наверное, здесь вот были. Но в основном это были не профсоюзы, а политические партии. Причем партии самого разного толка. Устраивались митинги, это была какая-то солянка просто. От крайней левых до крайних правых. Были просто клоуны. А профсоюзы, они вообще себя никак не показали. Потому что, видимо, где-то там наверху у них решили, что не надо выступать, нужно, так сказать, быть лояльным к нашему гаранту и так далее. Хотя, в общем-то, на митингах и справа, и слева кричали, что, значит, этого гаранта долой, нужен другой гарант. Хотя мы, люди умные, сами понимаем, что в рамках вот этой системы, кто бы ни сидел, он всегда будет, так сказать, поступать так, как ему скажут. Вот, собственно говоря, мне бы еще что бы хотелось? Чтобы вот все, кто будет выступать, они тоже бы этой темой коснулись. Тема повышения пенсионного возраста. Что вот было у вас? Как вы участвовали там или не участвовали? Что вы наблюдали? Вот тоже хотелось бы обменяться вот этими мнениями. Собственно говоря, вот это все. Пугачева Ружина Борисовна, Российский онкологический центр имени Блохина, научный сотрудник, член Союза рабочих Москвы, член Российской коммунистической рабочей партии. Значит, с точки зрения науки, что влияет на продолжительность, на качество жизни? Система здравоохранения в стране, уровень средней зарплаты в стране и по отрасли, и в конкретном предприятии, и различные системы социальной поддержки граждан. Вот что из этого зависит от профсоюзов? На предприятии, безусловно, от профсоюза зависит ряд гарантий, в том числе медицинское страхование, уровень заработной платы. Но это не значит, что профсоюз сам должен все это выполнять. Это значит, что он должен добиваться от руководства предприятия, чтобы вот это все было записано и обеспечено в коллективном договоре. И молодой человек очень заблуждается, что проведение таких мероприятий под флагом якобы организованных профсоюзом, как спортивные мероприятия, выезды, значит, на экскурсии, поднимают авторитет самого профсоюза. Не так давно здесь выступали товарищи из Невиномысского, например, очень активного профсоюза, который поставил во главу угла для привлечения в свои ряды товарищей именно экскурсионно-развлекательную программу. У них было, значит, первое, когда они организовывались, у них была очень четкая поставлена задача условия труда. Это тяжелое химическое производство, они боролись за то, чтобы выплатили компенсации там за недогуленные дополнительные отпуска, за вредность. А потом начали заниматься вот этими самыми мероприятиями. И очень быстро этого профсоюза подавили и съели, потому что конкурировать по своим финансам, ни с ФНПРовским профсоюзом, ни тем более с администрацией, он, конечно, не мог. Ну, это одна сторона вопроса, понимаете. Может быть, не столь существенная, но вот в аспекте повышения уровня жизни на самом деле выступление профсоюзов за не повышение, а снижение продолжительности рабочего дня и снижение возраста выхода на пенсию, это будет прямая борьба за удлинение срока жизни. Вот сейчас проведена оптимизация здравоохранения. Очень многие, наверное, видели, как у них сокращается число больниц. Вот буквально в очень многих сельских поселениях просто ликвидированы родильные отделения, медпункты. Это влияет на продолжительность жизни жителей этого региона? Безусловно, влияет. В Москве, например, сейчас была проведена большая компания врачей и пациенты «Объединяйтесь». Был большой митинг, где мы требовали, что, во-первых, никакой оптимизации в плане сокращения врачебных организаций не должно быть. Я думаю, что требования со стороны профсоюза во всей инстанции, и начиная со своего собственного предприятия, на котором обязательно должна быть при определенной численности медсанчасть, должен быть дополнительное для вредных производств медицинское страхование, раз уж мы живем в этой системе, когда все измеряется полисами, за которые должно платить не профсоюз и не работник, а должно платить предприятие, которое обеспечивает ненадлежащие условия труда. Вот я думаю, вот это нужно включать в договора, и вот за это нужно бороться на каждом предприятии, если уж говорить о конкретных предприятиях. И надо, конечно, участвовать в общенациональных, скажем так, компаниях, как вот говорил товарищ Кузнецов, «Компания против повышения пенсионного возраста». Спасибо за внимание. Гаммур Флёв Викторович, город Саров, Кузнецов, сопредседатель профсоюззащиты Рафиат Суниев. Ну, значит, желание прожить подольше – это, конечно, значит, общечеловеческая такая ценность, каждому хочется, значит, много успеть, много творить в этом мире, воспитать, продолжить себя в следующих поколениях и так далее. В том числе и рабочему, конечно же. Причём рабочий – это не просто человек, а это человек тот, который может и должен творить будущее. Вот. Поэтому, как бы, говорить о том, что надо бороться за продолжительность жизни – не вопрос. Но относится ли этот вопрос задача повышения продолжительности жизни, как мы здесь обычно говорим, к коренным интересам рабочего класса? Вот, на мой взгляд, не относится. Значит, что относится к коренным задачам рабочего класса? А то, что делает его сильнее, мощнее здесь и сейчас, делает мощнее, как класс, способный бороться. Поэтому, значит, вот, то, что сказано там, значит, вредные факторы, условия труда, роль профсоюз – всё верно. Вот. Борьба за шести часов рабочих денег – вот, вот коренной интерес. Значит, снижение пенсионного возраста – вот коренной интерес. А говорить абстрактно о каком-то повышении продолжительности жизни для рабочего – это беспредметный разговор. Я предлагаю в таком русле дискуссию прекратить и, как бы, переключиться на серьёзное, на обсуждение серьёзных проблем. Над нами произвели чудовищную вещь. Значит, всё было сделано умное. Значит, нашли в нашем обществе щёлочки, трещинки, их расшатали, им воспользовались. И в результате, значит, наше общество оказывается расколотое. Значит, отец против сына, сын против отца, значит, женщины против мужчин, значит, как вот там житель городишки против жителя города, житель города против жителя Москвы. И в такой ситуации, значит, был нанесён серьёзнейший удар по рабочему классу. Он точно так же оказался в той же самой ситуации, это самое, поделённом на атомы. Точно так же, значит, какой рабочий сын против рабочего отца, значит, рабочая против своего рабочего мужа, значит, и как его, рабочие городишки против рабочего города. Вот в чём это самое серьёзность положения. То есть о каком-то рабочем классе, который сейчас может всерьёз воевать, вообще говорить не приходится. Задача сейчас кардинальная, как из этого расколотого собрать что-то. И в таком положении с нами можно делать чего угодно, чего угодно. И это чего угодно будет сделано. И вот нам как раз надо сконцентрироваться на этом, значит, понять, какой будет следующий удар и как ему противостоять. Как собрать этот расколотый рабочий класс в силу, которая хоть что-то может противодействовать. И чему? Вот главные, на мой взгляд, сейчас две задачи стоят. Понять, что будет сделано и как этому противостоять дальше. Здравствуйте, товарищи. Зиновьев Дмитрий Анатольевич из Москвы, Российской Рабочей партии России. Профессией плотник. Самозанятый, как бы не в состоянии никакого предприятия, поэтому, к сожалению, имею голос совещательный. Но вот что хотелось бы сказать. Тут предыдущими ораторами абсолютно правильно были обрисованы стратегические задачи, которые стоят перед профсоюзами. Это вот и снижение, повышение, точнее, заработной платы, снижение продолжительности рабочего дня. Также, так сказать, борьба, более конкретная борьба за медицинское страхование, так сказать, какое-то для вредных производств. Я вот у первого докладчика услышал ключевое слово вредности различной на производстве. И, так сказать, как-то потом дальше тема ушла в сторону спортивных мероприятий и так далее. Я скажу, как сам работе человек, ну, после 10, скажем, вот как у меня лично, часов настройки, куда-то идти в бассейн, даже по выходным уже физически не очень легко. Поэтому, наверное, эти мероприятия, насколько я понял, особо-то и не массовые, когда проводятся. Хотя, конечно, это как одно из направлений деятельности прекрасно и нужно, особенно для молодых. Что касается, как бы, близких тактических целей, борьба именно за продолжительность, так сказать, рабочей, продолжительность жизни работников, потому что все вот эти стратегические цели, они сложат, в общем-то, в конечном счете той же самой продолжительности жизни. И снижение рабочего времени, и повышение зарплаты, и так далее, и тому подобное. Что касается тактических целей, которые можно достигать вот уже сейчас, потому что, например, шестичасовый рабочий день – это вопрос забастовочной борьбы, подготовки. Этим заниматься нужно и должно, но это не быстро. То, чего можно сейчас добиться профсоюзам, тем более, которые уже созданы и действуют, это конкретно, так сказать, было сказано уже про инспекцию, так сказать, самостоятельную, профсоюзную инспекцию условий труда, вот там в цеху, грубо говоря, слишком душно. Поставить вентиляцию, пробить у администрации, так сказать, чтобы индивидуальные средства защиты закупались, обновлялись, там какие-нибудь фильтры, грубо говоря, там маски, если это малярная какая-то, и так далее. То есть, ну вот банально, такие конкретные вещи, которые нужны, именно, как бы, и, во-первых, влияют на здоровье, так сказать, непосредственно, непосредственно связаны с продолжительностью жизни, и с качеством этой жизни, и непосредственно с условиями труда. Вещи, которые, так сказать, вполне такие реальные, близкие цели, я имею в виду, что вот это как раз, об этом тоже не нужно забывать, занимаясь далеко идущими, так сказать, тактическими, ну, в смысле, стратегическими планами. Вот, собственно, что я хочу сказать. Спасибо. Бобинов, профсоюз действия, медицинские работники. Вот сейчас вышел товарищ Гамов и сказал, что главное 6 часов, и вообще ни о том говорим, ни о сём говорим. Ну, как бы вопрос идёт о сохранении здоровья и продолжительности, и увеличении продолжительности жизни. То есть, вопрос именно вот об этом. И товарищ Гамов не прав в этом отношении, что об этом говорить нельзя. Именно от профсоюзов зависит то, чтобы выдвигать требования. Эти требования надо знать. То есть, конкретно мы, вот мы, профсоюзы, не умеем сейчас на данном этапе выдвигать свои требования. Что касается здоровья, ну, как бы вот медицин, медицин уже сказал своё слово, я просто полностью поддерживаю. Понимаете, как бы на предприятии, на многих предприятиях у нас есть вредности. Эти вредности, вредных производств у нас, ну, и там подобные специальности до 40% доходят. То есть, люди конкретно умирают на этих производствах. Допустим, я свидетель производства, в котором используется соляная кислота. То есть, там огромные ванны, в которых плавает эта соляная кислота. Им положено ходить в различных защитных средствах, но они там не ходят. И получается, через 5 лет, если они улыбаются, вот прям заходишь в этот цех, они улыбаются, у них нет зубов. Нет зубов, нарушение пищеварительного тракта, ну, вот все эти вот нарушения, которые происходят, это тоже всё укорачивает жизнь. Поэтому, здесь как бы надо профсоюзам вырабатывать позицию. Первое, они должны участвовать вот в этом именно соут, стоять рядом с этими проверяльщиками, которые определяют класс вредности. И по каждому вредному фактору, будь то шум, будь то какая-то загазованность и тому подобное, накручивать показания. То есть, это прямая обязанность профсоюзов участвовать в этом соуте. Потом, когда у соута там по определенным показаниям попробовать увеличить вредность. Именно вот от этого класса соут будет зависеть в дальнейшем очень многие мероприятия, которые можно будет требовать именно выполнять от этого руководителя, от администрации. То есть, соответственно, сказано о медпунктах. То есть, если большое предприятие, должны знать СНИПы, профсоюз должны знать свои СНИПы. Соответственно, на какое-то определенное количество людей, если есть в этом предприятии, должен быть медпункт. Обязательно профсоюз должен контролировать, что в этом медпункте есть. Оснащение, какие там медицинские работники, насколько правильно и неправильно оказывается помощь. Вот в это во всё вникать. Второй момент. Если идёт какое-то производство, если раньше, допустим, идёт крупное производство, и там есть какие-то вредности, то, соответственно, на больших предприятиях существовали санатории по тем заболеваниям, которые распространены на этом предприятии. Если там вредности, связанные с дыхательной системой, соответственно, санатории, которые связаны с дыхательной системой. Если с опорно-двигательным аппаратом, соответственно, с опорно-двигательным. Ну, сосудистые, сердечно-сосудистые заболевания, это само собой разумеющееся. Иногда при некоторых заводах сейчас сохранились санатории, и, в принципе, профсоюз должен не только заниматься распределением этих путёвок, но, например, если нету санатория у предприятия, добиваться от работодателя, чтобы были места на тех санаториях, но они санатории остались, всё равно у нас на берегу Чёрного моря имеются эти санатории, в которых именно проводится работа по... ...по профилактике различных заболеваний. Затем... ...затем... ...писал неразборчиво сейчас... ...санаторий... Ну, ещё есть общенациональные, да, говорят, общенациональные компании по оздоровлению, но ещё раз начну... ...с... ...с... ...но сначала. Первый момент. Именно от каждого фактора на производстве, от вот этой вредности зависит продолжительность жизни работников. То есть, даже если ты будешь работать 6 часов, ну, в ужасных условиях, твои года будут, ну, как бы, сочтены уже буквально к 50 годам, и всё. Не просто же так, у нас шахтёры, там, средняя продолжительность была 55 лет. Поэтому ещё раз говорю, профсоюзы должны вникать в те вредные факторы, которые есть, участвовать в СОУД и уметь требовать вот эти требования, ставить конкретно. Вот это, это, это и это нужно, и не слезать с руководителя, да, ну, пока не добьётся. Естественно, это всё закрепляется в коллективных договорах и в соглашениях. То есть, если у вас на предприятии действует колл-договор, и опять же, да, вспоминаем, что он там только через 3 года или там через 2 года, а вредность вот обнаружили, или понимаете, что вот на это не сделан упор, вы можете подписать отдельное соглашение. То есть, опять составить список требований, в отдельное соглашение пройти ту же процедуру и внести это всё в колл-договор. Всё, спасибо. Заниматься какими-то делами, а не лечить болезни, вот. Но и медицина, в общем-то, человечество придумало для этого, чтобы жить подольше. И качественнее. И качественнее, да. Вот, в современных условиях, в условиях капитализма большинство людей у нас работают на предприятиях. Вот, на этих предприятиях условия труда совершенно различные. Вот, времени на этих производствах люди проводят очень много. Вот, по производственному календарю 1900 с чем-то часов в год. И это время люди могут проводить в очень тяжёлых условиях и в очень вредных. Вот, у нас есть товарищ, который работает на шахте, вот он, я думаю, популярно расскажет, в каких условиях шахтёры работают. Какие средства защиты его дают, какие вредные и опасные условия работы у них. Вот, я работаю на предприятии, которое занимается передачей электроэнергии. И у нас высокое и сверхвысокое напряжение. Ну, во-первых, это опасный фактор, потому что электрическое напряжение, его не видно, в общем-то. И, как бы, ну, это не очевидно. А вредный фактор, например, напряжённость электрического поля. В правилах по охране труда существует формула для расчёта пребывания в зависимости от напряжённости электрического поля. Регламентируется время пребывания. Кто должен это время соблюдать? Работодатель, он не работает в этих условиях. И ему-то зачем соблюдать? Ему это не интересно. Соблюдать должны работники. А как работники должны соблюдать? Во-первых, они должны знать. Во-вторых, у нас цель капиталистического производства – какая прибыль. Работатель, ему интересно, чтобы сделали побыстрее, получше, чтобы прибыль была больше. И, соответственно, его-то интерес какой? Работников заставить побольше работать в этих условиях. И только интерес у работников есть, чтобы соблюдать это время пребывания. А как они могут противостоять работодателю? Естественно, поодиночке это сделать невозможно. Это только можно сделать коллективно, организовавшись в профсоюз, в форме профсоюза. Траты, опять же, на спецодежду, на состав защиты – это все дополнительные расходы. Работодателю объективно это невыгодно, потому что это уменьшает его прибыль. Поэтому кто об этом должен заботиться? Кто ходит в спецодежде и кто применяет все свои защиты – работники, так они должны об этом думать. И они должны об этом думать, естественно, в масштабах всего предприятия – коллективно. И, естественно, в нынешних условиях это возможно только при надлежащей работе профсоюзов. Работники должны организовываться в профсоюз и коллективно, с помощью коллективных договоров, соглашений, отстаивать свои права. И в том числе право на условия труда, надлежащие, которые позволят им сохранить жизнь и здоровье. Потому что электротравматизм высокий и несчастных случаев со смертельным исходом каждый год – это десятки случаев со смертельным исходом. Ну, кто? Это же не работодатель попадает в эти несчастные случаи, а работники. Поэтому, в первую очередь, им надо задуматься об этом. Кудрявцев Владимир Михайлович – пенсионер, представитель Российского комитета рабочих по Нижнемуногу в Нижегородской области. Значит, я бы хотел начать с того, что немножко, на мой взгляд, неправильно сформулирована задача, которую должны решать профсоюзы сегодня. Значит, заузили условия труда и зарплата. Вообще говоря, задача профсоюзов базовая – это организация рабочего класса, повышение его активности и способность к борьбе и защите своих интересов. Вот это задача профсоюза. Вопросы заработной платы, условий труда и так далее. В принципе, есть места, я знаю, где это решается, и без профсоюза. Когда работают люди высококвалифицированные, которых некем заменить, они приходят и говорят, сделают так. Или я ухожу. Делают. Они говорят, зачем мне профсоюз, я это все могу решить сам. Мне заявляют, это вот глаза. Вот. То есть, задача более высокая у профсоюзов. Вот. А условия труда и заработная плата – это те самые, как сказать, вопросы, через которые и происходит. Вот борьба за эти вещи, она как раз и дает, так сказать, стимулы к самоорганизации рабочего класса и активности к борьбе. Вот. Вот. Давайте так. Это своего рода инструмент. Вот. Значит, по поводу, значит, заявления Льва Викторовича Гамова, я обращаю внимание фамилии и имя отчества. Вот. Гамов Львов Викторович заявил, что не является крайним интересом продолжителей жизни, крайним интересом рабочего класса. Гамов Виктор Григорьевич, ну не с этой трибуны, трибуна была еще там в Сормове у нас, значит, приводил такую статистику. Арзамас-16 в НИЭФ, то есть ядерный центр. Академики, которые имеют дело с ядерными материалами, с радиоактивными. Они, так сказать, с работы практически не уходят после там пятидесяти лет. Они там работают круглые сутки практически. Ну, доживают до семидесяти, до восьмидесяти лет. А Харитон умер сколько лет его было? По-моему, за девяносто. Ага, нет. Вот. А в Гальванике у них и в цехе пластмасс люди доживают с трудом до шестидесяти. Это как, коренной интерес или нет? Я думаю, коренной, чтобы ребята в Гальванике жили как академики. Это коренной интерес. Другой момент. Вот я к семидесяти годам обзавелся железными зубами. Ну, не железными, а пластмассовыми. Они мне думать даже мешают. Вот не говоря про все остальное. Вот я сейчас говорю, и мне трудно, они мне мешают. Так. А это у человека из Гальваники той же самой. В тридцать лет. Он в тридцать лет уже плохо думает. Ему плохо думать, ему тяжело. Это как, коренной интерес или нет? А какая активность от этого работника, от этого рабочего? Это очень важные моменты. Вот. И поэтому и условия труда, и зарплата. Ну, еще есть факторы очень важные. Так. А мы обсуждаем какой вопрос? Шестивцевый рабочий день или продолжительная жизнь? Продолжительная жизнь. Продолжительная жизнь. То есть, я пока в дело говорю. Вот. Значит. Как раз и сбился. Продолжительная жизнь. На мой взгляд, влияют не только вот вопросы качества жизни и под качеством жизни, что мы подразумеваем? Там нормальное питание, условия, жилье и так далее. Но есть еще очень важные факторы в жизни. Первое из которых, на мой взгляд, это востребованность человека обществом. Вот профсоюзы в этом плане могут сделать очень много. Люди, которые работают на заводе, если они будут востребованы в профсоюзной работе, их активность, их, так сказать, интеллект и так далее, это будет положительно влиять на, так сказать, психологическое здоровье человека, а значит, на продолжительность жизни, так, значит, другой момент. В процессе борьбы, почему важны вот эти вопросы заработной платы в условиях жизни, почему они важны? Потому что в процессе борьбы за это победы будут, все равно будут, нельзя все время проигрывать. Если грамотно вести работу, значит, победы, они тоже стимулируют людей к действию. Тоже очень важный момент. Забастовочная борьба. По своему опыту могу сказать, на первую забастовку очень тяжело вводили людей, очень тяжело. Вот, то есть, завод в тяжелых условиях, люди возмущены, все вроде кипит, вот все, давайте останавливаться. На вторую уже легче, на третью еще легче, на пятнадцатую там вообще встаем, встаем, все, вообще мгновенно. Вот. То есть, люди, во-первых, понимают, что другого пути нет, когда они начинают получать результаты от забастовочной борьбы. А с другой стороны, психологически готовы к тому, чтобы, так сказать, остановить работу. Вот. И вот это направление о том, что, ну, что могут правосоюзы по продолжительности жизни делать конкретно на предприятии. Например, такую вещь. Мы не смогли этого пробить. Значит, для людей с вредными условиями работы обязательно раз в три года для женщин, раз в пять лет для мужчин санаторно-курортное лечение. В обязаловку. Это имеется в виду, значит, работы, монтажники со свинцом работают. То есть, вот такие вот вещи. Так. Один момент. И второй момент. Гальваника. Раз в два года. Не смогли пробить. А вот направление, по-моему, очень перспективное. И в кол договора это надо закладывать для того, чтобы, так сказать, получить реальный результат. Вот. Значит, что еще могут правосоюзы вот на сегодняшний день? Значит, по продолжительности… Так. Опять, это уже шести часовый рабочий день. Об этом пока не буду. Вот. Значит, конечно, культмассовая работа – дело очень важное и нужное. Это бесспорно. Другое дело, что вся эта культмассовая работа должна быть направлена на то, чтобы люди не просто отдыхали, а чтобы они учились, чтобы они, так сказать, в процессе этих мероприятий нарабатывали понимание того, что в профсоюзные организации они вступают не с вопросом, а что мне даст профсоюзные организации, а с вопросом, что я могу дать организации для того, чтобы она нормально функционировала и получать результаты, так сказать, в соответствии со своими требованиями. Вот, так сказать, важное направление, которое я хотел осветить. Спасибо. Золотов Александр Владимирович, научно-консультант Российского комитета рабочих. Владимир Михайлович очень интересно поставил вопрос, что вообще профсоюзы, конечно, они борются за зарплату, за условия труда, но важнее то, что в этой борьбе они обретают опыт организации, вот создание организации это еще более важный результат. Вот я не впервые, второй раз услышал эту мысль, первый раз я это у Маркса прочитал, вот Владимир Михайлович это еще озвучил, и очень здорово созвучно этой глубокой мысли Маркса. Я думаю, что ведь Маркс тем самым не умаляет роль борьбы с зарплатой, с условий труда, он просто говорит, что нужно видеть, что это задачи, которые не исчерпывают всех коренных интересов рабочего класса. А тогда в чем же тогда цель-то борьбы профсоюзов? Ну, зарплату, так сказать, можно действительно добиться на одном предприятии, и даже вот можно добиться без профсоюза, но вот коллективом можно добиться только благодаря коллективной борьбе. А цель профсоюза даже в условиях капитализма остается такая же, какой она будет и после низвержения капитализма и восстановления коммунизма в первой фазе, обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех чинов общества. Вот с этим всегда приходилось бороться, с такой пониманием, когда, например, Храм вступал, да чего профсоюзы, они должны заниматься только зарплатой. Ну, почему только этим? Эта задача такая большая, вот обеспечивая полное благосостояние, здесь и все, и зарплаты, здесь и власть в конце концов, как вы обеспечите полное благосостояние, если инструмент классового господства вас все это отнимает. Значит, вы должны сначала утвердить свое классовое господство и тогда вы в полной мере обеспечите. Но с другой стороны мы понимаем, и это надо сейчас понимать, что вот такую цель, так сказать, и борьбу за нее не надо откладывать на потом. Вы сначала здесь боритесь за эту цель, и что сможете, то получите. А когда получите достаточно много, тогда вы сможете, так сказать, такой порядок установить общественный, который позволит вам всю цель эту достичь. Так что вот давайте правильно себя сформулируем, и тогда нам понятно, что то, о чем говорил товарищ Колпаков, а что разве, так сказать, в свободные всесторонние развития не входят, образование, приобщение к культурным ценностям, физическая культура и спорт входят. Поэтому давайте не Колпаков за это не рисковать, и не советские профсоюзы, так сказать. Они в этом смысле делом занимались. Другое дело, что когда вот эти задачи и эти цели подменяют и все остальные, ну тогда конечно. Если вот это служит только для того, чтобы они не занимались борьбой за улучшение условий труда, за доведение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы, за сокращение рабочего дня, ну вот когда такая подмена происходит, это очень плохо. Но, по-моему, вот докладчик вовсе не выступал за такую подмену. Он об условиях труда говорил и о борьбе за вредности. Но вот с чего-то надо начать, да, вот с чего-то надо начать. Я хочу сказать, что мы иногда так рисуем, что вот давайте добьемся сокращения рабочего дня и так, да, действительно много чего. Но вот, так сказать, вот люди сейчас доведены до такого состояния, что они должны хоть немножко понять и осознать, отличаемся в свободное время. Вот когда уже у них все, время поглощено работой, у них потребность пропадает в свободном времени. А вот люди выехали, так сказать, отдышались, задумались, скажут, так это неплохо. Так, а если что, я думаю, один раз только в неделю. Как часто вы выезжаете-то? Ну, сейчас вот раз в три недели. Раз в три недели мы выезжаем. Вместо того, чтобы это каждый день проводить, да, ну, или хотя бы раз в неделю, хотя бы два раза в неделю. То есть, это им даст возможность одуматься, хоть голову оторвать. И тогда начинается осознанная борьба за сокращение рабочего дня, о чем подробнее будет говориться во втором вопросе. Так что, я думаю, вот давайте так широко ставить задачи профсоюзов, да. И понятно, еще раз говорю, что Владимир Михайлович прав, чтобы достичь вот этой цели, профсоюзы должны организоваться очень широко, повсеместно, обеспечить решающую роль рабочих, чтобы, не дай бог, там оппортунизма не было. А чтобы оппортунизм не было, в этих профсоюзах должна работать рабочая партия, которая сознает классовые интересы, тесно связаны с вами классами. То есть, это большая музыка. Мы сейчас, конечно, в большинстве своем начале этого пути, поэтому и приходится. Вот за что вот сейчас вот очень маленький плацдарм, ну, хоть какой-то плацдарм назвать, может, на этом предприятии плацдарм, этот вот коллективный выезд. Но, как я думаю, что Дмитрий Петрович не собираюсь сказать, что это точка. Мы достигли цели, обеспечить свободное, полное состояние свободное и всестороннее развитие. Ну, плацдарм. Дальше пойдет наступление по направлениям более значимым. Поэтому давайте приветствуем все, что достигнуто. Но другое дело, что успокаиваться нам, с учетом грандиозной цели, никак не приходится. Ну, а второе, о чем я хотел сказать. А что это вдруг мы стали? Вот такая повестка дня у нас. Мы вроде говорим о условиях труда, зарплате, сокращении рабочего дня, а у нас борьба за увеличение продолжительности жизни рабочих. А вот, правильно, Владимир Алексеевич, нам пенсионная реформа помогла понять, что вот все, что мы делаем, это связано с продолжительностью нашей жизни. Почему вдруг народ-то так за голову схватился? Ну, плюс пять к такой тяжелой трудовой жизни, ну, это значит все уже. Это вообще никакой жизни. То есть, люди поняли, что у них забирают жизнь. И поэтому то, что мы сейчас занимаемся, зарплату, условия труда и так далее. Иногда говорят, да ладно, можно это пережить. Вот нельзя это пережить. Потому что это связано с тем, что вас забирают жизнь. И вот пенсионная реформа это помогла пелену. Потому что все теперь стали рассматривать. Или в значительной степени очень многое стали рассматривать. Через призму того, а сколько мы будем жить. То есть, мы не просто боремся за зарплату, чтобы хорошо жить. Мы просто, чтобы жить уже. Вот как. К чему подведен рабочий класс. Поэтому, вот такая об основных вопросов, она помогает, вот правильно здесь говорили, заострить. Для рабочих. Сказать, да ты думаешь там, ты меньше, больше получаешь, это просто чуть лучше, с чего живешь. Да у тебя жизни не будет на пять лет. И дети твои будут сироты, родители твои брошены и так далее. Чтобы люди это поняли, что это такой не очень частный вопрос. И что, чего пережидать-то? Ничего не пережидешься. У тебя забирают жизнь. То есть, в России вот эта миссионная реформа поставила вопрос о классовой борьбе, о борьбе за интересы рабочего класса, как вопрос жизни и смерти рабочего класса. Вот и все. Поэтому такой поворот и повестки дня. Вот идет вопрос, так сказать, идет борьба не на жизнь, а на смерть. Без пушек, без танков. А тем не менее, дело так и обстоит. Спасибо. Спасибо. Я думаю, первый вопрос в повестке исчерпан и что-то добавлять после слов консультанта будет тяжело. Но я в поддержку выступающей, конечно, скажу, что, может быть, не совсем в докладе был удачно поставлен момент вот развлекательного характера, но он имеет место быть, конечно. И основные цели мы все услышали. И я думаю, каждый для себя, то есть тот план действий, который сегодня из каждого выступления может себе подчеркнуть, для себя поставить, и уже на всем сказанном нарабатывать опыт той борьбы, которая нам будет помогать идти непосредственно к поставленным, выполнению поставленных задач и целей. Мы плавно перешли ко второму вопросу повестки, который звучит. Борьба за сокращение рабочего дня. А, извиняюсь, да. Мы не заслушали проект постановления. Да. И не приняли его за основу. Приглашаю, значит, да. Ну и всем, кто хотел услышать. Еще кто хочет спросить? Я бы реплику хотела. Поскольку я на самом деле возбудила такие дебаты, я бы хотела одну реплику просто. То, о чем вот многие говорили, о чем сказал товарищ Золотов более, так сказать, четко, что подменять вот этими вот культурно-развлекательными, развивательными мероприятиями борьбу рабочих – это как раз задача администрации, и не нужно на нее покупаться. Вот. И не нужно питать иллюзией, что если они организуют там эти выезды бесплатно или даже с какой-то процентной скидкой, что они это делают для блага рабочих. Нужно все время подчеркивать, что это вот вырвал профсоюз, этого добился профсоюз от администрации. Именно в этом ключе и действовать. Вот. И если прямо действительно не говорят, что вот это корпоративный дух, то на самом деле в основе таких административных, развлекательных мероприятий все равно лежит попытка подменить солидарность рабочего класса корпоративной солидарностью. Вот это объединение как бы в общих играх – это совсем не то, что объединение в борьбе. Ну вот, вопрос звучит у нас как. Насущность борьбы профсоюза за увеличение права жизни жизни. Насущность. Насущный вопрос. Насущный. То вопрос, с какими формами происходит на самом деле, что это может быть связано, то есть, ну для чего он используется. Это насущное? Насущное. Необходимо. То есть этим заниматься, конечно, нужно. Нужно добиваться того, чтобы просто, как говорится, у каждого предприятия есть договор. Там везде то, что медицинский осмотр, вредность – это все отмечено из договора. То есть профсоюзы просто добиваться администрацией людей – это доброе все. Это насущная проблема работы профсоюза. Тетюхин Юрий Анатольевич. Город Зержинск. По профессиональному предложению юрист. Самозанятый. Постараюсь быть кратким в данном вопросе. Я абсолютно согласен со всеми выступлениями. И те, которые критиковались, и теми, которые критиковались, все абсолютно точно. Я считаю, это разные моменты одного и того же единого, конкретного вопроса. Цель профсоюза, собственно говоря, заключается в том, что члены данного профсоюза должны учиться принимать решение, брать ответственность за принятое решение и исполнять его. И этому тоже учиться. Конечно, профсоюз должен, профсоюз должен стоять, профсоюз должен знать. Ну, это как у блока. И впереди Иисус Христос. Кто этот профсоюз? Это конкретный человек, который хочет принимать решение. Который знает, как принимать это решение. Который принимает это решение и берет на себя обязательства по его исполнению. Это большая проблема. Была бы общая эта фраза, ни о чем не говорящая, если бы не второй момент данной проблемы. В том, что принять решение, взять на себя обязательства и выделить собственное время свободное для его исполнения. Собственное решение. Не навязанное кем-то. Тем же даже профсоюзом. Не говоря о работодателе и прочее. Обманутый. Обманываться рады. Для того, чтобы не принимать решение. А то потом придется брать обязательства и еще его исполнять. Ну, кто же? Можно же сказать, что там неправильно и они делают неправильно. Нужно, чтобы встал, сказал, как правильно и пошел делать так, как правильно. И добиваться этого. И никто не отдаст это право принимать решение за меня. За тебя, за него. Но каждый должен принимать решение за себя. И для этого нужно обладать и компетенцией определенной. и, соответственно, какие там острые или толстые локти, чтобы встать на то место, откуда можно реализовать принятое решение. Вот это я считаю, что профсоюз является школой именно вот этого действия. Все, что сказано, было сказано именно в этом ключе. И это звучало здесь у всех практически. Вот. Я посчитал, что таким вот образом как-то будет. Я представляю, потому что фраза, вокруг камень прикновений, вокруг которой крутились все выступления, это коренной интерес рабочего. Коренной интерес рабочего – это принятие решения. принятие решения и его исполнение. Такое решение, которое ему нужно, и которое он готов взять его и исполнять. И на это исполнение и есть свободное время, которое следует, кстати, бороться. И все. Спасибо. Предлагается, значит, докладчику зачитать проект постановления по данному вопросу. Предлагается следующий постановление ر. комитет рабочих по теме насущность борьбы профсоюзов за увеличение продолжительности жизни работников. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба за увеличение продолжительности жизни работников неразрывно связано с борьбой за безопасные условия труда, наряду с борьбой за сокращение рабочего времени до 6 часов в смену и повышение уровня реального содержания заработной платы. Основными направлениями борьбы за безопасные условия труда являются ликвидация рабочих мест 4 класса опасности за счет внедрения новых высокотехнологичных процессов и оборудования, выявление вредных и опасных факторов производственной среды, и трудового процесса в ходе проведения СОЛТ, государственная экспертиза в условиях труда и производственного контроля, включение в коллективные договора обязанностей работодателя по проведению мероприятий, направленных на их устранение, включение в коллективные договоры обязанностей работодателя направлять на мероприятия по улучшению условий и охране труда не менее 3% от стоимости выпускаемой продукции, постоянный контроль за соблюдением работодателем и работниками требований охраны труда, норм выдачи средств индивидуальной защиты и их применением, выдачи молока и лечебного питания, недопущение их замены компенсационными выплатами, борьба за нормальную продолжительность рабочих смен, регламентированных перерывов и периодов отдыха, борьба со сверхурочными и переработками, ограничение ночных смен работами, безусловно необходимы при непрерывном процессе производства, запрещение ночной работы для женщин, включение в коллективные договоры обязанностей работодателя по выплатам полного возмещения затраты компенсации работникам и их семьям в случае профессионального заболевания, травмы или смерти работника в результате нечастного случая на производстве. Улучшение условий труда, снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма приведет к увеличению общей продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни работников, а также к улучшению здоровья будущих поколений работников. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять за основу. Товарищи с решающим голосом, прошу голосовать. Кто за то вражды будут вноситься? Это проект, конечно. Мы работаем, мы резолюцию по всем проектам принимаем завтра. В целом, да. То есть сюда будут еще вносить на травму? Если у вас будут какие-то предложения, мы вас ознакомим немного позже с работой редакционной комиссии, как все это происходит. На сегодняшний момент был озвучен данный проект постановления по первому вопросу. Кто за то, чтобы принять его за основу, прошу голосовать. Против, бездержавшуюся. Принято. Значит, уважаемые товарищи, напоминаю, работа с проектом, каким образом у нас обстоит. Значит, записанный проект постановлений вы осмысливаете, предлагаете какие-то правки в письменном виде в редакционную комиссию. Редакционная комиссия завтра при принятии правок, мы за них, за всех голосуем. Соответственно, если правка принимается, то она включается в проект. Если не принимается или человек снимает свою правку, она уходит из проекта. За проголосованную правку, соответственно, включенный проект и принимаем в целом. Сегодня, после закрытия нашего сегодняшнего семинара, в конце работы в 18 часов, в редакционную комиссию уже можно будет после 18 до 11 часов, можно будет приносить свои правки, поправки, участвовать непосредственно над работой над проектом. Редакционная комиссия состоит из докладчика и научных консультантов. Значит, докладчики Колпаков, Шилов, Калли. Научные консультанты. Товарищ Мазур, Дегтярев, Золот. Товарищ Мазур, Дегтярев, Золот.